Данное видео посвящается абитуриентам, которые окончили учреждения среднего профессионального образования, хотят поступать в Оренбургский государственный университет и в качестве вступительных испытаний давать дисциплину «Основы программирования». Видеоконсультацию проводит старший преподаватель кафедры геометрии и компьютерных наук Минина Ирина Викторовна. Программа вступительных испытаний по дисциплине «Основы программирования» включает в себя тестовые вопросы по следующим 10 разделам, которые вы можете видеть на данном слайде. Приведем примеры тестовых заданий, которые встретятся в вступительном испытании. Задания могут включать в себя как теоретические вопросы, такие как, например, какое свойство алгоритма заключается в возможности его разделения на отдельные элементарные действия команды исполнителя. Правильный ответ – вариант «Б». Следует обратить внимание, что в каждом тесте правильный вариант ответа может быть только один. Также задания могут быть связаны с тем, что будет дан определенный фрагмент программного кода, который представлен для удобства на нескольких языках программирования. Необходимо понять, какой результат будет после выполнения данного кода. Например, задание может быть следующее. Запишите значение переменной S, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведен на разных языках программирования. Разбор решения данного задания мы посмотрим в рамках данной видеоконсультации несколько позже. Пройдемся по разделам, перечисленным ранее, и рассмотрим, какие могут встречаться типы заданий. Раздел 1. Алгоритмы, сложности алгоритмов. Тестовые задания данного раздела содержат теоретические вопросы, связанные с основами алгоритмизации, основными алгоритмическими конструкциями, алгоритмами, а также понятием сложности алгоритма. Например, сложность алгоритма является функцией, зависящей от. Из предложенных вариантов ответа на данное задание правильный ответ C – размеры входных данных. Раздел 2. Теоретические основы информатики. Называется раздел 2. Система исчисления, теоретика числовые алгоритмы. Данный раздел включает в себя серию вопросов, связанных со знанием теоретических основ информатики, системами исчисления, основными алгоритмами перевода и действиями с числами в разных системах числения, ну а также на знание некоторых других известных теоретико-числовых алгоритмов информатики. Например, таких алгоритмов, как поиск простых чисел, поиск наибольшего общего делителя и так далее. Например, задание может быть следующее. Переведите число 162 из десятичной системы в двоичную. Рассмотрим, каким образом можно решить данное задание. Данное задание возможно решить двумя способами. Первый способ. Возьмем десятичное число 162 и, используя метод деления на цело, на основание 2, будем делить число 162 на 2, выписывая остатки отделения, продолжая отделение до тех пор, пока очередное частное не станет равно на 2. 162 делим на 2. Первый остаток – 0. Остатки выделяю, будем выделять, обводить, для того, чтобы удобнее потом было их выписывать. 81 делим на 2. Остаток – 1. 40 продолжаем делить на 2. Остаток – 0. 20 делим на 2. Ну и последний остаток – 1. Для того, чтобы составить двоичное число, необходимо все остатки, полученные при делении, выписать в обратном порядке, то есть с конца. Таким образом, ответ, полученное двоичное число, будет следующий. 1, 0. 1, 0. 0. 1, 0. Второй способ перевода из десятичной системы счисления в двоичную предусматривает разложение числа 162 по степеням двойки. То есть в виде многочлена, степеней двойки, целых степеней двойки. Значит, рассмотрим число 162. Справа приведена таблица степеней двойки. В числе 162 самая большая степень, которая помещается в данном числе, это 2 в седьмой. То есть число 128. Так, наверное, даже вот так. 2 в седьмой. Вычитаем из числа 162 число 128, 34. И опять посмотрим. В числе 34 самая большая степень двойки – это 2 в пятой. 2 в пятой. Вычитаем 32. Остается 2. В числе 2 самая большая степень двойки – это 2 в первой. Вычитаем, то есть 2. Остается 0. Таким образом, мы представили число 162 как 2 в седьмой плюс 2 в пятой плюс 2 в первой. Для того, чтобы записать теперь полученное двоичное число, необходимо пронумеровать разряды будущего двоичного числа, начиная со старшей степени 7, то есть с разряда 7, и слева направо по убыванию я проставлю разряды будущего двоичного числа с 7 до 0, нулевого разряда. Далее под этими разрядами. На тех позициях, в степени которых присутствуют в разложении числа 162, то есть на седьмой позиции, на пятой и на первой позиции будут стоять единички, на остальных позициях – нули. Как вы видите, мы получили точно такой же ответ, как ответ, полученный методом 1. То есть число 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Двоичное число. Таким образом, правильным ответом на данное задание будет ответ под буквой B. В данном разделе также могут присутствовать теоретические вопросы на знании теоретико-числовых алгоритмов. Например, такой вопрос. Алгоритм для построения набора простых чисел называется «Правильный ответ решето-эротосфен». Раздел 3. Сортировка и поиск. Данный раздел включает в себя тестовые задания для проверки знаний о различных видах поиска и сортировке данных. Например, вопрос может быть следующим. Как называется процесс поиска элемента в упорядоченном наборе данных, на котором на каждом шаге искомый элемент сравнивается с элементом, расположенным в середине диапазона поиска, и в зависимости от результата сравнения продолжается поиск в левой или правой половине диапазона поиска. Данный алгоритм называется «Двоичный поиск». Правильный ответ – ответ B. Раздел 4. Динамические структуры данных. В данный раздел вошли вопросы, связанные с организацией динамических структур данных, таких, например, как стек, очередь, дерево. Теоретические вопросы могут быть следующего характера. Стек – это структура данных, в которой удалить можно только тот элемент, который был добавлен последним. Правильный ответ – ответ C. Также вопрос может быть такой. Чему равна высота изображенного ниже дерева? На рисунке представлено дерево, необходимо посчитать его высоту. Зная о том, что высота дерева – это длина максимального пути или максимальное количество пройденных вершин по какому-либо пути по дереву от корня к листу, можем заключить, что самая максимальная длина – это длина 4. Ну, например, 7, 3, 2, 1. Длина маршрута 4. Таким образом, высота изображенного на рисунке дерева – это 4. Правильный ответ – ответ E. Следующие три раздела, раздел 5, 6 и 7, включают в себя вопросы на знания основных алгоритмических конструкций, линейных алгоритмов, разветвляющихся и циклических, а также их различные реализации на том или ином языке программирования высокого уровня. В качестве языков программирования в данных заданиях используются на выбор три языка – это Python, Pascal, C++. Раздел 5 – линейные алгоритмы. Пример задания. В программе знаков равно обозначается оператор присваивания. Знаки плюс, минус, умножить, делить соответственно операции сложения, вычитания, умножения, деления. Правила выполнения операции и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной B после выполнения данного алгоритма. Представлен фрагмент линейного алгоритма. Необходимо по заданию определить значение переменной B. Для того, чтобы выполнить данное задание, необходимо проследить по шагам, как меняется значение переменных A и B. A равно 6, B равно 4. Далее данные значения мы выставляем в третью строчку для вычисления нового значения переменной A. 3 умножаем на A6 плюс 3 вместо B подставляем 4. Таким образом, A6, B4. Значения по правилам вычисляем по правилам арифметики. 3 умножаем на 4, 12. 12 складываем 6 плюс 6, получаем 18. 18 умножаем на 3, получаем новое значение A, равное 54. Далее с этими новыми значениями считаем новое значение для переменной B. 54 делим на 2 и умножаем на B, которое по-прежнему все еще равно 4. И тогда получаем 27, 54 делим на 2, это 27. Умножаем на 4, получаем 108. Правильный ответ, ответ B, 108. Раздел 6, разветвляющийся алгоритм. Например, задание. Ниже приведена программа, записанная на разных языках программирования. Что выведет данная программа в случае, если было введено значение S, равное 5, T равно 7. Для этого необходимо опять проследить по действиям, что происходит в данной программе, подставив вместо S значение 5, вместо T значение T, равное 7. Оператор проверки условия IF позволяет нам определить то действие, которое будет выполнено в случае истинности или ложности сложного логического выражения. В данном случае IF означает, если S меньше 6, напомню, что S у нас было равно 5, или 5 меньше 6, или T, равное 7, 7 меньше 6. Это сложное логическое выражение, составное логическое выражение, которое истинно в случае, если или первое условие, или первое выражение истины, или второе. И мы понимаем, что истинно первое выражение 5 меньше 6, поэтому достаточно только истинности на хотя бы одного из этих выражений. Поэтому так как 5 меньше 6, все составное логическое выражение будет истинно. Если оно истинно, то выполняется действие, указанное после двоеточия, то есть печатается, принт, печатается слово YES. Таким образом, в результате работы данного алгоритма будет напечатано слово YES, правильный ответ, ответ А. Раздел 6, 7, раздел 7, циклические алгоритмы. Пример задания. Запишите значение переменной S, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведен на разных языках программирования. Посмотрим решение данного задания. Для того, чтобы было более удобно найти ответ на данное задание, можно решение этой задачи оформить в виде следующей трассировочной таблицы. Рассмотрим код языка Pascal. В данном фрагменте программы присутствуют две переменные S и K, значения которых мы в будущем и будем отображать в нашей трассировочной таблице. Переменная K и переменная S. S вначале инициализируется значением 0, поэтому в таблице мы присвоили значение S, равное 0. Далее по программе можем заметить, что присутствует цикл K, который говорит, что K изменяется от 12 до 15. Для K, изменяющегося от 12 до 15, делай тело цикла, то есть вот этот оператор. S присвоил значение S плюс 13. Поэтому в трассировочной таблице мы можем для себя отметить, что K будет у нас принимать значение от 12 до 15 включительно. И на каждом шаге цикла просчитать, собственно, значение S, которое каждый раз меняется на 13. 0 плюс 13 – 13. На следующем шаге цикла 13 прибавляется 13, получаем 26. На следующем шаге цикла 26 прибавляется 13, получаем 39. На следующем шаге цикла 39 прибавляется 13, получаем 52. И так как программа печатает значение переменной s, поэтому ответ на вопрос будет значение 52 То есть программа выведет число 52 То есть правильный ответ – это ответ d, равный 52 Задание 8. Раздел 8. Функции и рекурсия Пример задания. Алгоритм вычисления значений функции f от m, где n – натуральное число 2 в следующем соотношении Описана рекурсивная функция f. Первая строчка говорит нам о том, что f от аргумента 1, значение функции от 1 равно 1 А вот значение функции f от n при n большем 1 равно выражению 2 умножить на f от n минус 1 плюс 1 Вопрос, чему равно значение функции f от 5? Рассмотрим алгоритм решения данной задачи Для того, чтобы определить значение f от 5, необходимо построить последовательность рекурсивных вызовов Следующим образом В нашей задаче требуется определить значение f от 5 Поэтому начнем считать именно с этого значения f от 5 Аргументом данной функции является значение n, равное 5 5 больше чем 1, поэтому вычислять функцию f от 5 мы будем по выражению, по второй строчке нашего выражения, нашего задания То есть 2 умножить на f от 5 минус 1 и плюс 1 То есть 2 умножить на f от 4 и плюс 1 Вычислить на данный момент, чему равно f от 5 мы не можем, потому что мы не знаем, чему равно f от 4 Для того, чтобы вычислить f от 5, нам необходимо аналогичным образом рассчитать f от 4 Аргумент 4 больше 1, поэтому считаем f от 4 по этой же формуле 2 умножаем на f от 3 плюс 1 Для того, чтобы вычислить f от 4, требуется определить значение f от 3 Поэтому f от 3 аналогично, 3 больше 1, поэтому считаем по второй строчке По формуле во второй строке Необходимо определить f от 2, которые мы не знаем, для того, чтобы вычислить f от 3 f от 3 это 2 умножить на f от 1 Ну и мы теперь знаем, что f от 1 у нас равно 1 Поэтому f от 1 равно 1 Значение 1 мы можем подставить вот сюда И плюс 1 еще здесь Получается 2 умножить на 1 и плюс 1 Значение f от 2 – 3 Теперь мы знаем, что f от 2 равно 3 Поэтому это значение 3 мы можем подставить вот сюда И получается 2 умножить на 3 плюс 1 получается 7 Теперь мы знаем, чему равно f от 3 Это 7, поэтому мы можем подставить 7 в строчку выше И вычислить f от 4 2 умножить на 7 плюс 1 – 15 Ну и наконец, мы теперь знаем, чему равно f от 4 Это 15 Подставив это в самую верхнюю строчку Значение 15 Мы получаем f от 5 равно 31 Таким образом, правильным ответом на данное задание будет являться ответ c 31 Раздел 9 – объектно-ориентированное программирование Данный раздел включает в себя вопросы по объектно-ориентированной методологии Основным принципам объектно-ориентированного программирования Основным компонентам классов в объектно-ориентированном программировании Например, теоретический вопрос может быть следующий Что не является элементом класса? В данном случае элементом класса не являются программы Или вопрос Множество однотипных объектов с одинаковым поведением И набором атрибутов называются классом Раздел 10 – фаза разработки программного обеспечения Включают в себя теоретические вопросы, связанные с технологией программирования Основными моделями и процессами жизненного цикла программного обеспечения Фазами разработки программного обеспечения Вопросы могут быть следующие Какая модель не является моделью жизненного цикла программных систем? В данном случае не существуют рекурсивные модели Правильный ответ – ответ d Какой язык используете для моделирования при объектно-ориентированном подходе проектирования про? Ответ – правильный ответ c – язык UML Unified Modeling Language Который используется при объектно-ориентированном подходе при проектировании про? На этом наша видеоконсультация закончена Желаю вам успешно подготовиться Хорошо пройти вступительные испытания И поступить в Оренбургский государственный университет На наше направление подготовки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова